Рыба летучая Мышь с красными губами Является своеобразным животным, происходящим из Галапагосских островов Имеет тело, покрытое чешуей и мелкими шипами Которые дают ощущение того, что это расплющенные волосы А также имеет почти горизонтальный рот Эти животные, которые обитают на дне океана Не только любопытно кричащим цветом своих губ Но также и формой передвижения по дну Поскольку у них есть свои модифицированные плавники И когда они плывут, похоже, будто они идут Это редкое животное похоже на змею Но вы заметите, что у нее есть ноги, торчащие из тела Которые используются, чтобы вырыть небольшие туннели Это редкое животное не является змеей по факту И не принадлежит к роду таковых Это животное из рода амфизбеновых Является единственным амфизбеновым с передними лапами в мире Трехрогового хамелеона легко идентифицировать по его трем выступам Расположенным на голове и похожими на рога Эти выступы имеют только самцы Его тело в длину измеряется между 20 и 30 сантиметрами Имеет гребень в форме зубьев, пилы вдоль всего тела И питается в основном насекомыми В отличие от большинства рептилий и хамелеонов Этот вид не яйцеклодущий Рождает после беременности от 5 до 6 месяцев Его можно встретить в лесах Кении и Танзании Волосатый морской кролик Не является крошечным кроликом Который живет в океане Этот тип морского слизня называется Жорна парва Большинство имеет длину менее 2 сантиметров И встречается по всей акватории Индийского и Тихого океанов Эти две структуры Которые выглядят как антенны на верхней части его головы Определенно являются его органами чувств И как все слизни, они гермафродиты А у этого животного средняя продолжительность жизни Более 100 лет Может жить без пищи в течение 10 лет И способен чувствовать магнитное поле Земли Речь идет о весьма своеобразном животном Живущем в пещерах на юге Европе Мы говорим о протеях В виде животных, который напоминает дракона Несколько похожи на мифологическое животное Но не бойтесь, это маленькое животное является и безвредным Райская птица длиной 26 сантиметров Этот вид единственный в своем роде Так как в этой птице существует небольшая популяция самок Которую заставили самцов создать самые редкие в мире ритуалы ухаживания Он привлекает самок криком А затем складывает перья радиально вокруг головы Оставляя взору самки красноречивую эллипсоидную фигуру В то время, как он подскакивает Он ходит кругами вокруг самки И ударяет перьями хвоста по земле Это животное чуть более 2 сантиметров в длину Эта своеобразная насекомая характеризуется своей длинной шеей, особенно у самцов А у самок она меньше по сравнению с самцами Шея помогает в строительстве гнезда, а также чтобы атаковать или защищаться Они родом из Мадакаскара Паук матранта Этот паук мал по сравнению с другими пауками, которые в основном имеют спиральные формы Он имеет трапециевидную форму живота с шестью острыми отростками, из которых видны два стежня Которые длинные, изогнутые и которые напоминают два рога Самое удивительное, что они намного больше, чем высота тела самого паука Неясна функция этих отростков, наиболее правдоподобная так это для защиты и отпугивания хищников Зеброид представляет собой гибрид между зеброй и лошадью В основном отец животного, самец зебры, а самка лошадь Он имеет раскрас, как у зебры, с ее характерными полосами Хотя по остальным характеристикам похож на лошадь Не существует много таких экземпляров, и в основном это скрещивания, осуществленные человеком Но также бывают и естественные случаи в природе Существуют различные виды с полосами или разводами, в зависимости от лошади, с которой производится скрещивание Тихоходок Обычно называют водными медведями, из-за их внешнего вида и их медленных движений Это одно из самых сильных, устойчивых и способных для выживания животных, как и только существует Оно является эволюционной вершиной в области выживания Никто не может лучше его адаптироваться к внешней среде Настолько, что один из этих водных медведей был послан в космос без скафандра И когда он вернулся на Землю, удивил ученых Потому что... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!